На 101FM программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сидит Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я сегодня в необычный для себя день. Четверг вместо среды. Вначале я хочу напомнить, как можно с нами связаться. Во-первых, нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте ehockirova.ru есть онлайн-трансляция. У нас в студии видеокамера. Можно написать вопросы на сайте ehockirova.ru. Чем и воспользовалось сегодня пять наших слушателей. Я думаю, мы начнем именно с этих вопросов, потому что люди старались, писали, надо им обязательно ответить. Вот первый вопрос от пользователя с ником Сергей Вятко. Уважаемый Владимир Сергеевич, как экономист, философ, ученый, глава семьи, назовите обстоятельства, при которых вы сочтете необходимым и единственно верным покинуть город Киров и страну? Наверное, только одно обстоятельство, если это будет угрожать жизни и здоровью моей семьи и меня лично. А вот этот вот кризис, неспокойство в экономике, это вас ничего не пугает? Вы знаете, мы столько уже кризисов и неспокойств в экономике пережили. И те сложности, которые возникают сегодня, ну скажем, это цветочки по сравнению с тем, что мы пережили в 90-х годах, особенно в начале 90-х годов, когда, допустим, была гиперинфляция, исчисляемая сотнями процентов в год. Так, поняла вас. Второй вопрос от этого же пользователя. В связи с этим интересен ваш комментарий, как члены экспертного совета, экспертного, прошу прощения, сообщества по оформившейся тенденции к утечке мозгов, снижению качества подготовки специалистов и системе контроля, проблеме воспроизводства кадрового потенциала наукоемких отраслей в России и в регионе вообще. Насколько адекватны меры региональных и федеральных властей в этом направлении? Объемные вопросы. Ну да, здесь несколько вопросов и, наверное, такой же мог бы быть объемный ответ, но давайте мы, поскольку у нас программы как-то сократим, проблема утечки мозгов, безусловно, есть. В настоящий момент она несколько сократилась, тем не менее она существует. И в этом отношении я бы сказал, что ни меры местные властей, ни меры федеральных властей не очень эффективны, хотя мы, как экспертное сообщество, правильно сказали, высшая школа много лет подряд, уже на протяжении 20 как минимум лет, предлагаем достаточно простые и эффективные меры. Ну, допустим, если человек учится за бюджетный счет, он обязан отработать, как раньше было в советские времена, как минимум три года на производстве, причем куда пошлет его страна. Или вернуть эти деньги. Сейчас в последнее время активно обсуждается, что к этому все-таки вернуться, но пока, насколько я знаю, закон такой не вступился. А вы сами, когда закончили институт, еще действовала эта норма? Эта норма действовала, но я по распределению не поехал. Потому что меня пригласили работать в окон комсомола, и это было сильнее, чем, так сказать, приказ о распределении. Я работал в окон комсомоле после. Но вы считаете, вот правильным привязать студента и лишить его возможности выбора? Ну, вообще-то, когда было распределение, у студентов тоже был выбор. Предлагалось, допустим, на группу из 20 человек нам предлагали порядка 50 мест, куда вы можете поехать. Но первоочередным правом выбора пользовались, естественно, те, кто учился лучше. А выбор был в том числе и в городе Кирове. То есть не только, так сказать, в район куда-то. Поэтому те, кто учился лучше, они могли остаться в Кирове, закрепиться здесь. То есть те, кто плохо учился, они уезжали в отдаленные районы. Нет, ну просто, знаете, зачем совершать такое насилие над личностью? Вдруг студент закончил, а... Так, постоп, стоп, стоп, стоп. Ну, давайте. А почему насилие? То есть государство у него вложило деньги. Он же добровольно согласился принять вот эти деньги от государства за свое обучение. Нет, ну подождите, мы платим налоги. Самые большие деньги на обучение студентов тратятся в таких вузах, как МГУ, как МГИМО, как Высшая школа экономики. Там обучение, вот сейчас, если вы платно возьмете, 350-380 тысяч рублей в год. И именно эти студенты уезжают за рубеж, вернее, выпускники. Значит, государство потратило на них деньги совершенно напрасно, несколько миллионов, обучая их. А они отдают свои знания, может быть, даже врагам нашей Родины, в Америку уезжают. Господи, неужели Вы считаете, что в Америке живут наши враги? Ну, а где они живут? Они где-то есть ли? Или Вы такая идеалистка и считаете, что у России нет врагов? Все друзья только? Нет, у государства, конечно же, есть враги. Но неужели, так скажем, эта пропаганда достигла цели? Ну, я не... Ну, везде люди живут, правильно? Везде живут люди. И в Америке они тоже совершенно разные. Давайте определимся тогда, если хотите эту тему развернуть, что такое враг? Кто такой враг? Ну, кто такой враг? Ну, кто такой враг? Враг чей? Враг государства? Ваш личный? Без разницы. Враг как таковой, это тот, кто желает Вам не добра, а чтобы Вы не процветали, скажем так. Ну, возьмите, так сказать, даже открытые источники данных, ну, как и американцы, и как и другие страны, это не только Америка. Понимаете, они тратят огромные колоссальные деньги, миллионы, если не миллиарды долларов на то, чтобы ослабить нашу страну и другие страны, не только. Потому что любая страна в мире, если она крупная, конечно, страна, она стремится к гегемонии. Потому что гегемония, она позволяет извлекать, в общем-то, сверхприбыли за счет монопольного положения. Вот почему все стремятся быть монополиями крупными такими? Потому что они могут диктовать свои условия, могут диктовать свои деньги. То же самое и со странами, получается. Если страна гегемон, она может диктовать всем свои условия. А Америка, США, она страна гегемон, она стремится к однополярному миру. И ей совершенно это не нравится, потому что Россия снова пытается, так сказать, рыпаться куда-то, завивать какое-то положение и каким-то образом не зависеть от Америки. Конечно, но враг ведь не только тот, кто стреляет. Можно убивать разные путями. Вот сегодня я слушал в новостях, что прямо на Украине, в Харькове организована именно штатами лаборатория по биологическому оружию. 100 километров от границы с Россией. Зачем? А вы верите новостям? А вы верите в то, что вы говорите на этом, в ваших новостях? Я, например, не всегда верю новостям, на самом деле. Значит, давайте так сказать. Нет, как говорится, дыма без огня. Согласны? Согласна. То есть новость всегда основана на каком-то реальном факте. Другой вопрос, как этот факт подается. Это уже зависит от журналиста, который подает. А журналисту, ему все-таки трудно быть совсем независимым человеком. Во-первых, у него есть свое мнение, своя точка зрения. Она зависит от воспитания. Во-вторых, есть мнение редакции. Да, сонная политика. Поэтому новость, она, конечно, всегда в основе имеет реальный факт. Другой вопрос, как она подается. Испособленный человек, который слышит эту новость, очистить ее от той шелухи, которая привнесена в журналисты. Ну вот, это как раз к вопросу доверия, к вопросу о нескольких источниках, проверке информации и так далее. Ну хорошо, поняла я вашу точку зрения про утечку мозгов, про то, что надо отработать на родной земле. Кстати, сколько отработать? Три года. Ну, мне кажется, это вполне достаточно для того, чтобы потом уже не захотелось никуда уезжать. Три года, он срок очень такой хороший, в том плане, что многие люди просто оседают уже на этой земле, женятся или выходят замуж, рожают детей и уже никуда не уезжают. Это тоже очень важно для государственной политики. Ну вот, вы же понимаете, да, что многие студенты, когда заканчивают, допустим, обучение по какой-то специальности, понимают, что это вообще не их. Да. Просто вот зачем заставлять их дальше, допустим, идти работать по этой специальности? Я с вами совершенно согласен, что их заставляют, да, многие понимают, что не так. Просто от этого ведь пользы не будет ни студенту, ни предприятию. Рядка пяти различных, так сказать, направлений деятельности. Одно мне переставало, так сказать, удовлетворять, я менял другое. Но дело в том, что вот здесь опять политика государства немножко странная. Даже то, что у нас ЕГЭ, и человек должен определиться еще в середине выпускного класса, какие он ЕГЭ сдает, но мало ли, что ты определился, чтобы к нему подготовиться, еще года полтора надо готовиться. То есть получается, что в 14-15 лет государство предполагает, что уже школьник способен определить свою судьбу на всю жизнь. Потому что я сдаваю ЕГЭ и поступаю в ВУЗ, он, в общем-то, определяет направление своей деятельности. Я вот, конечно, не очень рад такому положению дел. Есть у студента возможность, то есть в течение учебы, в принципе, он может перейти на другую специальность. Это нынешние стандарты позволяют. То есть он, в принципе, легко переходит, другого просто ему надо там будет доздавать. А если это вообще специальность, что называется, не в другую степь? Да, но все равно можно, потому что... Я вот училась на специальности финансы и кредит, закончила ее, и я поняла, что я никогда не смогу работать в БАМ. Тем не менее, видите, вот тоже не просто так сейчас отказались, а как таково от специалитета. То есть специалитет остался только в медицинских вузах, военных вузах, а везде бакалавриат и магистратуры. Это вот такие ступени образования. Бакалавриат – это все-таки более широкие знания, то есть они не так сильно специализированы. И после бакалавриата или во время бакалавриата достаточно легко можно перейти на другое направление подготовки. Сейчас это называется направлениями, а не специальностями. Может быть, как раз исходили из вот таких академической мобильности студентов, чтобы они могли как бы проще им было переориентироваться с лучшего. Так, хорошо. Ну давайте вот к другим вопросам перейдем с сайта. Вопрос от Егора. Буквально вчера в интервью Московскому Эху министр образования Ливанов заявил, что образование и наука – это те области, которые в наименьшей степени подвержены политическим сложностям. Так ли это? Совершенно не так, конечно. Все подвержено политическим сложностям. Естественно, что политика… А что имеется опять под политическими сложностями? Я так понимаю, что политический курс страны, какой есть страна, выбрала какой-то курс. Причем в образовании выбран сейчас курс. Я неоднократно об этом говорил, так сказать, в интернете сообщества и просто в своих статьях где-то выступлениях, что, конечно, сейчас у нас, в общем-то, мы движемся к катастрофе определенная образовательная. Я не считаю ту политику, которая сейчас проводится образовательной, выигрышной. Я не говорю, что она не может иметь места быть. Да, можно и так заниматься образованием, как нам предлагают, но, на мой взгляд, в перспективе, дальней именно перспективе, она разрушительная. Потому что я, как человек, занимающийся форсайтами, стратегиями, я смотрю общие тренды, общие тенденции, которые сейчас есть в мире образований. И Россия в них не укладывается. Давайте немного расшифруем, что вы понимаете под образовательной катастрофой. То, что наши выпускники, наши специалисты, так сказать, будущие, они не смогут конкурировать на мировом рынке. Даже не сами, как таковые, не смогут работать в других компаниях, а не смогут создавать продукты, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. Путь. Подождите, вы пять минут назад предложили этих студентов, закончивших вуз, на три года отправить на стажировку, привязать к какому-либо предприятию. И сейчас же вы говорите, что не смогут молодые специалисты создавать конкурентоспособные продукты для мировой экономики. Да. Но эти же два утверждения противоречат друг другу. Совершенно не противоречат. А что тут противоречат? Я же не говорю, что они будут работать на зарубежных, должны работать в предприятиях. Я говорю, они не смогут создавать продукты мирового уровня, работая на наших предприятиях. А что, по вашему мнению, ведет, что конкретно ведет к этой образовательной катастрофе? Там много причин, но я, наверное, смогу так вот сходу постараюсь выделить главную хотя бы одну. Мне кажется, это совершенно жесточайшее, такого не было никогда, я 22 года все-таки работаю в высшем образовании, жесточайшая регламентация вся и все. Понимаете, для создания новых продуктов, а мы сейчас говорим, нужны инновации, нужно креативное мышление. Как, скажите, можно создавать инновации, как учить инновационности, чтобы учить креативности, если сами педагоги, если самые вузы и школы, в том числе, в такие рамки загнанные, что там шаг лево, шаг лево, шаг фрава, шаг лево, как раньше было, расстрел. Ну, под расстрелом сейчас принимаются там сразу решение лицензии, аккредитации, приостановление деятельности и так далее. То есть мы не можем ничего чихнуть лишний раз, не можем. Если педагог сам не креативен и не инновационен, как он может научить этому студентов? Если, да, с одной стороны, разрешено, я считаю, большой прорыв, это сделаны стандарты, так называемые ГОС-3+, в которых, в принципе, ну, там на 100% переворот, если раньше были все дисциплины и курсы регламентированы, сейчас, наверное, 4 дисциплины только регламентированы, и все остальное по выбору ВУЗа, да. Но, с другой стороны, как и что вот это проводится, то есть нам говорят, учите компетенции, но при этом нигде не написано, а что такое компетенции и как им учить. Но тебя будут само проверять, как ты этому учишь. И нигде нет, скажем так, разрешения учить именно по методикам, которые были бы вот креативны. Допустим, если есть у вас там практики или лекционные занятия, вы их должны там проводить и так далее. А если надо совершенно по-другому ввести, например, вывести студентов на то же предприятие, на то же кафе, допустим, да, если они у вас, допустим, занимаются общепитом, и там непосредственно в обстановке просто рассказывать, и чтобы они экспериментировали и прочее. Вот это вот будет очень неприветствоваться. Кем не приветствуются? А потому что все проверяется. Законодателем? Нет. Там программа проверяется, что вы делаете, как вы делаете. И если этого, как говорится, нет где-то, да, то есть просто, напросто вы не сможете это делать. То есть вы хотите сказать, что любую форму обучения, которая будет необычная, не такая, как у всех, вы должны согласовать перед тем, как это сделать? Нет, не должны согласовать, но куда ее впихнуть, скажем так, потому что есть те формы обучения, которые мы обязаны провести. Есть там несколько форм, о чем-то, вы с вами говорили еще раз. Ну там, заобедки, семинар, практические занятия, они жестко регламентированы, количество этих часов. И как они проводятся, тоже регламентированы. Ну, сейчас, может быть, так, сходу трудно, так сказать, потому что вопрос... А вам, так скажем, регламентируют, по каким учебникам вы должны учить? Ну, в вузах это немножко проще. Я понимаю, откуда вопрос, так сказать, многие растут сейчас, потому что обсуждается активно это идея регламентации школьников, учебников. Но если будет вопрос, мы поговорим. А вот по поводу вузовской ситуации здесь немножко другая. То есть, высшая школа, она учит по учебникам, которые рекомендованы либо министерством образования, либо учебно-методическими объединениями должна учить. Есть еще такие, так называемые, грифы рекомендованы. Есть еще, так называемые, грифы допущены. Они тоже можно учить. По всем остальным, все остальные учебники воспринимаются только как дополнительная литература. Но нет такого жесткого, что все вузы должны учить по одному учебнику. Таких учебников с грифом рекомендованным может быть много. По одной дисциплине может быть их десятки. В этом случае кафедра в вузе, конкретно вузе, принимает решение, по каким именно учебникам на этой кафедре будут учить. Причем здесь есть, я считаю, в отличие от школы, довольно большая свобода. То есть, разрешается не менее двух, даже не то, что разрешается, а должно быть не менее двух учебников с грифом рекомендовано или допущено, по которым учатся студенты. А может и больше. Может и больше. Но там больше смысла тоже нет, потому что, когда их освоить не успеешь, один-то хорошо бы усвоили. Ну вот раз уж мы с вами заговорили об этом, давайте перейдем к инициативе депутатов Госдумы Ирины Яровой и Вячеслава Никонова. Они внесли поправки в законы об образовании и контрактной системе. Эти поправки, по мнению авторов, должны обеспечить единство образовательного процесса. Что предлагается? Предлагается ввести линейки базовых учебников по четырем предметам. Это русский язык, литература, математика и история. И преподавание по базовым учебникам будет обязательным. Другие пособия разрешаются только если они базовым не противоречат. Вот как вы оцениваете такую инициативу? Ну, надо тоже понимать, откуда инициатива идет. Я не знаю. Дело в том, что есть два момента, когда какую-то инициативу или законопроект рассматриваем. Надо сначала смотреть, конечно, логику и эффективность вот этого законопроекта. А во-вторых, я всегда смотрю, кому это выгодно. Кому думаете, это выгодно? Я не думаю, что это выгодно школам. Им, ну так, скажем, может быть и не индифферентно, но как-то так. А вот выгодно это, прежде всего, издателям. Потому что, ну, вы не знаете, а я знаю, что это рынок именно школьных учебников, которые допущены Министерством образования, по которым допущено преподавание в школах, он колоссальный. И если, допустим, какой-то один учебник выиграет такой конкурс или грант, а уж как он выиграет, это другой вопрос, как это будет конкурс проводиться, и кто будет экспертами, тоже еще большой вопрос, да, то само издательство может получить, после даже всех затрат, несколько сот миллионов рублей за один учебник. Это, это же, там несколько миллионов будут напечатаны учебников. Уже быть миллион, может быть два, понимаете, все будут учиться по нему. Вот газеты «Ведомости», да, в своей статье, они, кстати, не анализируют именно рынок издательский, да, рынок учебников, но они приводят комментарии экспертов от образования о том, что такие поправки противоречат логике среднего образования в принципе и приведут нас в конечном итоге в Северную Корею. Вы согласны с этим? Ну вот, не совсем я согласен с этим, я, видя, как, и скажу из того, если учебник был действительно хорош, то почему бы нет? Потому что когда, это же не история, по истории я не согласен, там должно быть несколько учебников. По математике и русскому языку не обязательно несколько учебников. Может быть, он и один должен быть ведущий учебник, но проблема заключается в другом, что ведь не стоит на месте наука, и в том числе педагогическая, и есть, постоянно развиваются методики обучения. Нельзя учить по одному учебнику, там, 10 лет, да даже и 5-то лет нельзя. Может быть, их надо менять через год, через два, а может быть, каждый год даже проводить конкурсы, какой учебник в следующем году будет ведущим. Вот если будет принято именно такое, постановить с таким ограничением, что да, один или два учебника, или три, может быть, что-то все-таки выбор должен быть какой-то. И выбор, между прочим, я против того, чтобы министерство определяло. Пусть определяют учебно-минетические советы, городские, например, в городе. Вот определили, и город закупил для всех школ своего города. Тогда получается, для каждого города нужно определять отдельно. Нет, сам город определяет, если есть выбор. Из чего? Учебников, поверьте, очень много. Их очень много, и многие авторы хотели бы поучаствовать, и не только потому, что продвигать свои педагогические идеи, но в том числе потому, что это выгодно. То есть за учебник они могут получить реальные гонорары в несколько миллионов рублей, а издательство в несколько сот миллионов рублей. И я думаю, что эти деньги вполне способны, к сожалению, пролоббировать в Думе вот эти идеи, а в министерстве пролоббировать определенные учебники. Не самые лучшие. Вот в чем проблема. А если бы вам, например, завтра сказали, что Владимир Сергеевич, вы со следующего года должны учить своих студентов вот по такому-то списку учебников, вы бы на это что ответили? Если бы это был приказ министерства, я не мог бы его осушиться, мы бы купили эти учебники и стали бы учить по ним. В причем случае мне просто, так сказать, отберут лицензию, аккредитацию. Хорошо. А если это будет вот так же инициатива каких-нибудь депутатов Госдумы, которую можно обсуждать и на которую можно давать свои комментарии? Мы бы пообсуждали и дали бы свои комментарии, но если бы законопроект все-таки был принят, я стал бы его выполнять. А насчет того, что обсуждать, да, мы постоянно обсуждаем. Мы даже указываем на ошибки, в том числе грамматические, которые допускаются в этих законопроектах, ну, не думских, а, скажем, министерских различных приказах и указах, после чего нам отвечают, да, спасибо, и потом этот приказ выходит с теми же ошибками, на которые мы указали. А если это будут плохие учебники, вот вы говорите, я буду выполнять приказы министерства? А что у нас все хорошо, что ли, там делается, и мы все равно выполняем. Я же вам сейчас сказал, что настолько много регламентирующих документов, их просто невозможно даже запомнить даже название, если невозможно, а мы сами должны их выполнять, и не дай бог там какое-нибудь слово или что-то упустишь. Сразу десятки тысяч штрафов. Как вправо, шаг влево. Очень-очень сложно сейчас работать. Я предлагаю на этом прерваться, нам нужно уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Мы сейчас ненадолго уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию, меня все так же зовут Юлия Фанасьева, и напротив меня все так же сидит ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. У нас сегодня программа, видимо, будет полностью посвящена ответам на вопросы наших слушателей. Хочу еще вам задать вопрос с нашего сайта от мамы Любы. Нужно ли платить деньги одаренным детям? И нравятся ли вам критерии, которые разработало Министерство образования по их выполнению? Стируй с сайта. По новым правилам считаться одаренными могут дети, окончившие учебный год без единой четверки в четверти, призеры Олимпиады конкурсов областного и федерального этапов, а также юные изобретатели, получившие патент на свое ноу-хау. Насчет критериев. Для меня, например, критерий, что ученик окончил четверть без четверок, Это, в общем-то, не показатель одаренности. Это показатель только того, что у него память хорошая. Не более того. Я совершенно всегда шокировал передачу Тинэ Кандалаки, ведет там «Самый умный». Знаете, там никогда не бывает вопросов на ум, там только на память. Это не передача «Самый умный», это передача «У кого память лучше?» Ум – это как раз когда человек способен что-то творить. Научное творчество или художественное творчество – без разницы. Поэтому остальные два критерия. Ну, второй критерий Олимпиады, он уже, так сказать, более-менее, хотя тоже не самый показательный. А вот патенты – это да, это круто. Если ученик имеет патент, он, безусловно, одаренный. Это очень трудно что-то придумать, да еще запатентовать. Такому ученику я готов платить деньги, если он уже в возрасте в таком. Остальным – нет. Я думаю, что не надо платить за хорошую, так сказать, учебу, но надо поддерживать другими, не финансовыми средствами, но в качестве предложения оно, в общем-то, используется. Как-то все-таки давать приоритет при поступлении в ВУЗы и на бюджетные места? Какое-то достаточно? Ну, вот, например, насколько я знаю, победители всероссийских Олимпиад по разным предметам получают не только приглашение от какого-то ВУЗа у них учиться, но и денежный приз. И там денежный приз достаточно немаленький. То есть этих денег им тоже не надо платить. Ну, я, к сожалению, могу говорить только о том, чего знаю. Я не в курсе, какой денежный приз. Ну, то есть, в принципе, не нужно платить детям деньги за то, что там они выиграли всероссийскую Олимпиаду по истории. Я думаю, что за Олимпиаду, если они всероссийскую выиграли, ну, почему бы не заплатить? Можно заплатить, поддержать. Я думаю, что они будут рады. Но это, еще раз повторюсь, не самое главное. За изобретение надо платить. За Олимпиаду, ну, можно платить, скажем так. А за хорошую учебу не надо платить. Вот так. А знаете ли вы, много ли у нас в Кирове ребят, школьников, которые что-то изобрели и имеют патенты? Не знаю. Не могу сказать. Ну, вот смотрите, у нас с вами осталось 10 минут до конца программы. Мы, в принципе, с вами успеем еще обсудить тему с бэби-боксами. Достаточно нашумевшая тема. О ней много пишут наши коллеги-журналисты. Ее собираются обсудить на дискуссионном клубе «Вечерний» Николая Пихтина. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы лично к этому вопросу относитесь? Нужны ли бэби-боксы в Кирове? Опять-таки, почему бы нет? Без них можно обойтись, но если они будут, ничего плохого я в этом тоже не вижу. Вся проблема, на мой взгляд, яйца выйдены. Они стоят. Просто отец Григорий... Звалинский. Да, он немножко плохо, видимо, пока знает, как работает российская система правоохранительная и вообще законодательство. Никакой проблемы абсолютно не было бы, если бы прежде чем организовать эту акцию, он бы прочитал действительно законы, кто у нас за все это отвечает, и сделал бы это совместно с органами опеки. Я думаю, что они бы не отказались, если тем более это не требовало бы бюджетных средств. Но это была бы совместная акция, то есть под их, так сказать, патронажем и все. Поэтому ничего тут... О чем вообще тут спорить? Ну пусть идет и договариваются с ними. А я так понимаю, что нужно было бы пиар определенный, так сказать, католическому здесь сообществу. Я думаю, что на первом месте это стоит все-таки. И когда там, по-моему, Яныч Батарев говорит, что это наезд на попов, это не наезд на попов, потому что поп – это вообще православный священник, а не католический. Католический там ксенцы, еще кто угодно, но не поп. Поп – это всегда... Раньше официально было поп православный священник. Сейчас у нас так не говорят, но тем не менее это сохранилось. Это не наезд на церковь память. Это просто... Либо человек не знал правил и законов, и сейчас делают, в общем-то, выгодный, я думаю, для себя или для общины такой пиар. Ну хорошо, а в чем же результат этого пиара должен быть, по вашему мнению? Ну подождите, не аж его делаю. Откуда я знаю, какой результат они хотят? Нет, но если вы считаете вот эту всю историю пиаром... Я говорю, что проблема не стоит выеденного яйца, и все, кто ее, так сказать, поддерживают, либо и продолжают ее обсуждать так активно, либо они свой пиар делают, либо не понимают, о чем идет речь. Ну в чем проблема-то? Я говорю, есть идея, хорошая идея, но сходите, согласуйте ее, договоритесь, как вы будете делать ее совместно, то есть под патронажем вот этих органов опеки, и все. И не будет проблем со стороны прокуратуры, и прокуратура-то, она по большому счету, ну, права по большому счету. То есть есть, не то, что даже, там может быть и нет нарушения законодательства, но оно тут на грани, на грани. Но вы не считаете, что прокуратура перестраховалась? Я думаю, что перестраховалась, считаю так, да. А многие специалисты, в том числе уполномоченные... Но это не повод, понимаете, судебное дело какое-то с прокуратурой заводить. Лучше выполнить ее требования, сходить, договориться с органами опеки и снять этот вопрос. Или вообще, например, сделать бэби-бокс, там, не в приходе, к примеру, да, а в одном из этих самых органов опеки, раз уж они у нас за это отвечают. Пусть и будет много этих бэби-боксов. Ну вот хорошо, по поводу пусть будет много бэби-боксов. Уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка России Павел Астахов. В один голос говорят, что не нужны нам бэби-боксы, потому что это может увеличить количество уброшенных детей. Что бы вы им ответили? Я сказал, но, видимо, недостаточно четко. Еще раз говорю, что у нас очень большое противостояние есть всегда и было, но всегда между католической и православной церковью. И католиков, честно говоря, не поддерживает ни власть, ни, так сказать, ни тем более церковь. И это может проявляться вот в том числе на этом уровне. Вот если бы это православные приходы организовали, я думаю, что проблем бы не было. Но поскольку это католики организовали, у них, конечно, возникают проблемы. То есть вы считаете, что если бы это была идея лятской епархии, то... Я думаю, что проблем не возникло бы. Этот же Владимир Шабардин ее бы поддержал. Да, он, по-моему, идею католика сначала, ну, во всяком случае, либо он не знал, либо поддержал. Это же потом он уже выступил, что да, вроде как, что-то неправильно. Он не сразу отверг ее. Насколько мне известно. Я читал в Фейсбуке. Да, я поняла, у нас сейчас можно, в принципе, не общаться с человеком, просто читать его ленту в Фейсбуке. Вот смотрите, прокуратура против бэби-боксов, потому что, вот как они объясняют, выявление устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по закону, это функция государства, вроде как, негоже в это вмешиваться. Вот это не порочная логика, по-вашему мнению? Ну, логика может быть и порочная, но поскольку есть законодательство, можно вашу хорошую инициативу совместить с этим законодательством. Ну, раз это, так сказать, функция государства, ну, давайте поможем государству. Она же не отказывалась, но к ним никто не предлагал, правильно? Никто же не пришел к нему и не сказал, давайте мы совместно это сделаем. Мы возьмем на себя такую-то функцию, а вы возьмете функцию контроля, допустим, как мы это будем делать? Я говорю вопрос, он, в принципе, если бы изначально правильно его решать, он бы, во-первых, был решен, да и сейчас, в принципе, его еще не поздно решить полюбовно и мирно. Если же сейчас это загнать, вот в такую, так сказать, общественное противостояние, я думаю, он никак не будет решен, потому что упрутся лбами. И хорошая идея, в общем, я за идею этих бэби-боксов, в принципе, но надо все равно согласовывать с нашим российским законодательством. Так, поняла вашу точку зрения, хорошо. Четыре минуты осталось до конца. Еще один вопрос с сайта, я думаю, это уже будет последний. И, уважаемый Владимир Сергеевич, ходили ли вы на парад 9 мая, 9 мая была ли на вас георгиевская ленточка? 9 мая я был в городе, но на парад не ходил. Георгиевскую ленточку я носил. В мероприятиях по празднованию 73-я Победы я участвовал, но, так сказать, накануне. То есть, во-первых, 7 мая мы проводили совместно с библиотекой имени Герцена, проводили презентацию книги моего отца. Она посвящена, так сказать, России, войне, ветеранам и так далее. И были приглашены ветераны, и были там песни, и был там фуршет. Ну, то есть вы внесли свою ленточку, так скажем, в братную ленточку. Отличными деньгами тоже, да. Кроме этого, ну и наши студенты ходили, возлагали цветы, так сказать, цветы к вечному огню. Были очень красивые, были очень нарядные, я был за них очень горд и рад. Ну, хорошо, вот про 9 мая я не просто так задала этот вопрос с сайта, у меня потому что есть продолжение вопроса про 9 мая. Недавно руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Кировской области Роман Титов в нашем эфире сказал следующее. А в юбилейный год Победы из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей на восстановление памятников. Этого недостаточно. Единственная возможность сохранить память, это брать памятники под шефство под опеку местных предпринимателей и помогать делом, а не просто словами. Вот согласны ли вы с таким предложением? Я не понимаю, почему наши бизнесмены должны отдуваться за все, причем за просчеты чиновников. Ведь на празднование вот этого Победы, 70-летия, были вложены огромные, колоссальные деньги. Вообще было ощущение, что это мы в войну выиграли только вчера. Потому что, мне кажется, прошедшие годы было гораздо менее вот так, помпезно все это. То есть вполне можно было направить ряд денег, то есть посмотреть на памятники. Если не были на памятники направлены, значит тут непонятно что. Значит нам памятники не нужны. Так получается, но чиновники считают, что не нужны. То есть вы не считаете, что предприниматели должны брать шефство над памятниками, парками и так далее? Это должна быть их инициатива, если не хотят, они имеют право и могут. Но обязывать их ни в коем случае нельзя, потому что они и так несут колоссальную нагрузку, не только налоговую. Больше 50% между прочим налоговая нагрузка вместе с этими фондами. Это больше, чем в любой стране мира. Мало кто, 51% так же платит, как у нас. И кроме этого колоссальная социальная нагрузка. Вот он предложил памятники, давайте еще возьмем. А что мало несут, то принимайте разных социальных нагрузок. И за сиротами они, так сказать, помогают сиротам. И ветеранам они помогают. И культурные мероприятия всяческие поддерживают. И так что, давайте бизнесменов попросим. А государство у них больше половины забирает. Может быть, все-таки государство как-то должно свои функции выполнять, а не перелагать все на плечи бизнесменов, которым вообще-то эти деньги не лишние. Они на них должны развивать свой бизнес, который принесет опять-таки налоги и опять-таки прибыль государству. Вот, на этом я предлагаю закончить. У нас, к сожалению, уже вышло время. Я напомню, что это было особое мнение ректора Авятского социально-экономического института Владимира Сизова. Владимир Сергеевич, я благодарю вас за эфир. Спасибо. Программу для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.